Чаще всего, говоря о странах, недавно выбравшихся из-под глыб колониализма, коммунизма и прочих катаклизмов, им предрекают тяжелое будущее. Тоже предрекали и Малайзии, бывшей колонией, ставшей независимой в 1957 году. Но премьер-министр Махатхир посрамил предсказателей в течение нескольких десятилетий, сотворив малайзийское чудо. О Малайзии и о премьер-министре Малайзии Махатмат Махатхир, который провел самые мягкие реформы мира, статья Дмитрия Куприянова в журнале «Загадки. История» за 2014 год. На сегодняшний день Малайзия является одной из самых передовых стран мира. Она на равных соперничает США, Японии и Гонконгом в области электроники, банковских услуг и управления, даже превосходит их. И все это было сделано в течение 20 лет благодаря уникальному лидеру нации Махатмару Махатхиру. Малайзия находится на пересечении многих торговых путей. Однако удобства географического положения до середины 20 века никак не сказывались на жизни малайзийцев. И все потому, что эту страну на протяжении веков эксплуатировали колонизаторы. Вначале португальцы, потом британцы, Япония, оккупировавшая страну в 1941-45 годах. В середине 20 века малайзийцы, коренное население страны, составляли абсолютное меньшинство – 43%. Более того, на момент обретения независимости от Британии в 1957 году они являлись самой отсталой частью населения. Это было связано с тем, что малайцы были издавна привержены сельскохозяйственному труду и не хотели менять свои традиции, включавшись в гонку за материальными ценностями. Поэтому британцы, а хозяевами страны были они, охотно брали на работу китайцев и индусов, которые занимались производством олова и добычей каучука. Малайцы же в основном жили на селе, занимались примитивным трудом, будучи скованными феодальными и патриархальными путами. Поэтому наверху социальной пирамиды, как в экономике, так и в политике, после ухода британцев остались китайцы – самая мобильная, сплоченная и закаленная часть населения. Дальше расположились индусы. Так потомки гастарбайтеров стали хозяевами своей второй родины. Малайцы были обречены, они вполне могли раствориться под натиском чужеродной среды. И если бы не Махамад Махатхир, который родился 20 декабря 1925 года в городе Алор-Сетар. Возможно, о малайцах скоро бы писали в прошедшем времени, но сын школьного учителя еще в молодости понял, что страну и народ можно вывести из тупика, если очень этого захотеть. Махамад усиленно занимался самообразованием, с особым интересом относясь к общественным дисциплинам и деятельности правителей-реформаторов, в том числе Петра I, Кемаля Ататюрка и пророка Мухаммеда. Однако Махатхир не сразу заявил о своих политических амбициях. В 1951 году он окончил медицинский факультет университета Малая в Сингапуре. Вернулся в родную провинцию и в течение нескольких лет вел медицинскую практику. Здесь он женился, став отцом семерых детей, двое из которых были приемными. Богатый опыт общения с бедняками позволил ему поменять их тайные мысли и желания, которые могли бы разбудить нацию и заставить ее вступить на путь переустройства. Махатхир постепенно накапливал знания. Еще в 1946 году он вступил в недавно основанную объединенную Малайскую национальную организацию. Он быстро заявил о себе как о политике твердом и волевом. Так что в 1964 году его избрали членом парламента от ОМНО. Однако этого Махатхиру было мало. Он начал критиковать политику премьер-министра страны Абдул Рахмана, за что его исключили из ОМНО и отправили в изгнание. Но Махатхир не терял времени даром. Отлученный от политики, он написал книгу «Малайская дилемма», которая была запрещена, но сделала имя молодого политика известным во всех кругах. Отлучение от политики закончилось в 1972 году. А в 1981 Махатхира назначили премьер-министром. Это был исторический шанс, которым он воспользовался сполна. Рецепт доктора М, как называли малазийского лидера, был довольно прост. Демократия в этом процессе отводилась в вспомогательную роль. Махатхир внес в Конституцию изменения о внутренней безопасности, согласно которым был закрыт ряд газет и арестовано более 100 оппозиционеров, мешающих реформам. Но это были, так сказать, цветочки. Реформы Махатхира не имели своей цели удержания власти любой ценой и обеспечения комфортного существования своему клану. Нет, Махатхир хотел сделать счастливой нацию, ради которой он и затеял перемены. Государство не пустило процесс перемен на самотек. Оно планировало первоочередные задачи. А направлены они были на развитие тяжелой промышленности и автомобилестроения, на выбор иностранных инвесторов, финансирование исследовательских работ и развитие новых производств. Кроме того, правительство в первую очередь предоставляло малайцам всяческие льготы для открытия собственного бизнеса. Однако проблема заключалась в том, что малайцы не обладали необходимыми знаниями и навыками, не умели обращаться с деньгами. Люди не понимали, зачем им предлагают покупать акции прибыльных компаний и как можно пользоваться льготными правительственными контрактами и лицензиями на открытие своего дела. И премьер, как суровый отец неразумным детям, внушал своему народу, что им нужно делать, напрямую объясняя соотечественникам, что ради выживания следует отказаться от врожденных национальных черт, таких как фатализм, пассивность, неумение понять цену денег, собственности и времени. Иначе нацию ждет крах. В стране было осуществлено множество необходимых проектов, главными из которых стали бесплатная медицина и образование. Премьер призвал малайцев учиться, и многие из них, отучившись в Японии и Китае и на Тайване, вернулись на родину. По сей день в Малайзии образование сродни религии. Недаром в негласной табеле о рангах должность министра образования престижнее поста руководителя любого силового ведомства. Весьма мудро Махатхир поступил с господствующей религией, исламом. Не будучи слишком религиозным человеком, он в начале 80-х годов совершил хаджу Мекку, открыл Международный исламский университет и исламский банк, заставил изучать в школе историю мусульманской цивилизации. В результате ислам в Малайзии стал символом просвещения и прогресса, а не метафорой джихада прошлого против современных ценностей. Нельзя сказать, что рецепты доктора М. мгновенно привели к успеху. Лишь к концу 90-х появились первые его признаки. Около 2,5 миллионов малайцев к тому времени стали собственниками наиболее успешных и доходных предприятий. В стране открылись десятки центров подготовки рабочих и ремесленников, возникла сеть университетов и колледжей. А особо талантливую молодежь отправили учиться менеджменту и секретам современной экономики в лучшие университеты мира. Локомотивами экономики были так называемые суперпроекты Махатхира. По воле премьера в стране начали производить автомобили собственной марки, строить самые высокие здания в мире, разрабатывать космические программы, совершили перенос столицы. Все эти инициативы имели множество критиков, но все они в конечном итоге были реализованы. Принцип был предельно прост, сказал как-то Махатмат. Чем больше горизонты планирования, чем амбициознее планы, тем заметнее результаты. Малые проекты оказывают малое влияние на экономику. Сегодня Малайзия может похвастаться множеством достижений. Они создали первый в стране спутник связи, первый национальный автомобиль Протон, Мультимедийный суперкоридор, испытательный полигон для ультрасовременных технологий по образцу Силиконовой долины в Калифорнии. Самые высокие в мире башни-близнецы. Пэтранс Твин Тауэрс высотой 452 метра. Новый административный центр страны. Путраджая. Примечательно, что Малайзия была единственной страной в регионе, которая при возникновении мирового финансового кризиса 1997-1998 годов отказалась от помощи западных финансовых институтов и выбралась из пропасти за счет собственных усилий. И выбралась по пути, предложив юго-восточным странам создать золотой динар, свою страховочную валюту, которая позволит не зависеть от экономик США и Европы. В 2003 году в возрасте 77 лет премьер ушел в отставку, найдя себе достойного преемника. Но и сегодня архитектор малазийского чуда бодр и активен. Он путешествует по миру, делится своим опытом с молодежью и руководителями других стран. Но вот вопрос, захотят ли его услышать. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.